Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Шаталова Мария. Я специалист компании TENSOR по сопровождению продукта отчетность. В этом вебинаре мы с вами поговорим о лайфхаках при отправке отчетности. Наш вебинар продлится примерно час. Сначала расскажу вам интересные какие-то штучки, которые можно использовать в вашей работе при работе с нашим приложением СБИС. Соответственно, потом постараюсь ответить на ваши вопросы. Давайте начнем. Сегодня я бы хотела вам рассказать про наше приложение САБИ. Наверное, уже наши пользователи слышали, что появляется новый вид нашего интерфейса. Что же это такое? Все наши пользователи, которые давно работают, они привыкли к вот такому интерфейсу. Это наша конфигурация отчетности Edo. Здесь у нас в реестре находятся различные документы. В том числе для использования отчетности мы переходим в этот реестр. Два раза мы кликаем, переходим. И, соответственно, многие наши пользователи писали нам, что это неудобно, это тяжело и не всегда понятно. Что мы сделали для вас? Мы сделали новый интерфейс. Называется он САБИ Репорт. Что мы здесь видим? Основное отличие от большого реестра – это то, что мы видим здесь только реестры по отчетности. Соответственно, мы видим такой же календарь, реестры по налоговой, SFR, статистика. Здесь у нас это было сбоку, то есть не в основном аккордеоне, а в дополнительной панели. Каждый приходилось разворачивать, посмотреть, что там внутри. В новом интерфейсе они выведены на главный экран. В чем еще основная разница между старым интерфейсом нашим онлайна и САБИ Репорт? На первой главной странице вы в первую очередь видите набор виджетов. Виджеты – это новая тенденция, которую многие сейчас используют для быстрого контроля и быстрого доступа к какой-то информации. В нашем случае мы вывели основные, с которыми мы работаем с вами каждый день. Это календарь, плановые события по сдаче отчетности, соответственно, и реестр требований. Они занимают большую часть экрана. Здесь в реестре требований вы видите сразу все требования по всем направлениям сдачи, то есть от SFR, от налоговой. Соответственно, можно быстро перейти в соответствующий реестр. Здесь появляются дополнительные счетчики, где отвечено, не отвечено, получено, и можно с ними ознакомиться. То есть прямо с виджета вы можете перейти в реестр и посмотреть, что же там поступило нового. Также есть еще два виджета, которые мы постарались быстро реализовать и вывести для постоянного использования. Это рассылки, которые приходят от разных госорганов, тоже скомпоновать их всех в одном месте, где можно быстро перейти к любой и ознакомиться с имеющейся информацией. И входящие письма. Также они коррупируются по направлениям сдачи и когда у нас появляются здесь из других направлений, не только налоговые, но и статистика, и SFR, и других. Соответственно, мы также переходим в реестр и сможем быстро с ними ознакомиться. Это что хотелось рассказать про главную страницу. Еще основной реестр, который мы используем – это календарь. Чем же он отличается от календаря, который мы видели ранее? Здесь у нас общий список плановых событий. Что такое плановые события? У нас идут отчетные периоды, есть отчеты ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные. И, соответственно, нам нужно быстро сориентироваться по срокам сдачи, что, когда, что уже создано, что еще не отправлено, сколько у нас там еще осталось и какие ближайшие отчеты нужно будет подготовить. Возможно, собрать какую-то информацию от коллег, чтобы они вам помогли с составлением отчета и, соответственно, предоставили необходимые данные. Основное различие – то, что здесь у нас мы видим плановые события по всем направлениям сдачи, но при этом мы можем отфильтровать быстро и удобно по отдельному направлению. Например, налоговые. То есть это удобно в каком плане? Когда вы занимаетесь только отчетами в налоговую инспекцию, вы переходите и видите свой график сдачи отчетности. Соответственно, если у нас есть разделение по другим направлениям или просто нужно понять, что еще планируется сдавать по другим направлениям – это СФР, статистика, мы также переходим в соответствующий реестр и видим. Что еще хочется рассказать про календарь, как можно быстро понять, что отправлено, что сдано, что не сдано. То есть у нас здесь есть статус отчетов, мы видим различия в цветах. Соответственно, отчеты у нас группируются. То есть если мы сдаем по нескольким организациям расчет по страховым взносам, то, соответственно, мы видим, сколько организаций сдает именно этот отчет. Мы их группируем и видим, что, например, по кадру мы уже создали отчет, то есть он уже в работе, а вот по остальным двум организациям мы еще не начинали. Помимо того, что мы видим создан, не создан, мы видим, которые отчеты сданы, не сданы уже, да, или некий индикатор, сколько у нас уже в работе, ждем ответы или у нас уже появились какие-то статусы. Это то, что быстро мы можем посмотреть только из календаря, не переходя между реестрами и не искать долго какие-то данные по отправленным отчетам. Что же хотелось еще рассказать. В новом интерфейсе, да, мы для вас предусмотрели три конфигурации. Так как у нас компании работают разные, это и небольшие организации, и крупные организации, и те, кто ведут сразу несколько компаний, да, поэтому постарались сделать удобным интерфейс именно для вас. Стандартная конфигурация, в которую вы заходите, это базовая. Здесь мы видим переключатель. Автоматически при регистрации нового пользователя мы попадаем именно в базовую конфигурацию. Чем она удобна? Мы здесь видим основные направления сдачи, если у нас есть дополнительные, мы их видим, вот РПН, МВД, и свернутые, вот здесь добавляются ФСРАР и Центробанк. Если вы использовали эти реестры, да, то есть если вы заработали с ними, они после того, как вы там создали отчет, тоже появятся, в общем, в списке. Не надо будет их каждый раз искать. Для тех маленьких организаций, которые не сдают такие направления сдачи, а только в основные, мы сделали более легкий интерфейс. Вот, пожалуйста, у нас здесь только налоговые, СФР, статистика, соответственно, письма и требования. То есть это то, что легко, быстро, доступно, да, и не требует какого-то концентрации внимания на остальных данных, которые мы транслируем. И, конечно же, это конфигурация профи. Чем она отличается от первых двух? Мы видим те же самые реестры... Прошу прощения. У нас немножко не та конфигурация воткнула. Сейчас, секундочку. Еще раз. Так, все, страничка прогрузилась, продолжим. Чем она отличается, эта конфигурация, да, от двух других? Мы видим те же направления сдачи, но, помимо всего, у нас появляются дополнительные реестры, которые так необходимы при работе. Например, документооборот. То есть многие наши пользователи говорили, что при работе с отчетностью нужно быстро и оперативно подключиться к электронному документообороту, обработать какие-то документы, поступления и так далее. То есть, соответственно, мы прямо отсюда переходим в этот реестр, видим документы и можем с ними работать. То есть они полностью транслируют тот реестр документооборота, который у нас был ранее в конфигурации до отчетности. Поэтому, если вы пользуетесь ЭДО, пожалуйста, вот быстро доступ обработали, продолжили дальше работу с отчетами. Давайте вернемся к нашему календарю. Еще что хотелось бы рассказать. Это то, что когда вы начинаете работу в нашей системе, быстро создать отчет можно с любого практически реестра. Находитесь ли вы в календаре, находитесь ли вы в налоговой, в статистике, в СФР, неважно. Когда нам нужно создать отчет, у нас вверху выведена всегда кнопка «Создать». Мы ее нажимаем, у нас появляется строка поиска, мы вводим название отчета. Также система предлагает выбрать уже какие-то ранее используемые. То есть если вы сдавали уже какие-то отчеты, периодически пользуетесь одними и теми же формами, соответственно, они здесь будут постепенно появляться. И вы можете их выбирать. Это как быстрый доступ. Если мы какую-то новую форму сдаем, которую мы еще не создавали ни разу, мы набираем название формы и, соответственно, видим, что система определила по номинованию все реестры, в которых находятся эти совпадения. Нам нужна статистика. Вот, пожалуйста, статистика. Если нам нужно что-то другое, мы здесь можем сразу просто поменять. И видим, что у нас в реестре налоговой все, что связано с НДС, все формы сразу у нас появляются. Здесь можно отобрать нужные и создать. Вторая часть – загрузка. Это загрузка. Прошу прощения. Загрузка отчетности, она тоже очень важна, потому что некоторые пользователи формируют отчеты в сторонней системе и загружают к нам в СБИС. Тоже кнопка всегда доступна с любого реестра. Мы нажимаем «Загрузить» и выбираем, откуда. Хочу обратить ваше внимание на то, что кнопка «Загрузить» она многозадачна. Что именно? С компьютера вы можете загрузить. Это уже какой-то выгруженный XML-документ или готовый отчет, который у вас сформирован в другой системе. Из 1С – это настройка быстрой интеграции. Сегодня один из пользователей у нас задавал вопрос. Как раз там есть какой-то вопрос по доступу именно через эту интеграцию. Мы обязательно с вами свяжемся, разберем. Что позволяет эта настройка? Она подключается к базе 1С. И вы прямо оттуда можете загрузить уже подготовленный документ, не выгружая предварительно его на компьютер. И, соответственно, из Excel. Некоторые отчеты наши пользователи формируют в Excel-таблицах. Это удобно для некоторых, когда особенно мы собираем много информации с различных отделов и консолидируем их в одном документе. Что еще здесь интересного? Когда мы загружаем данные из Excel, мы сюда для быстрого доступа выгрузили вам основные шаблоны, на основании которых система может распознать данные из Excel-документа и создать необходимый отчет. Весь список этих шаблонов, он приходит быстро, его можно скачать и, соответственно, заполнить, потом загрузить. Система распознает этот Excel-шаблон с данными, создаст на его основании отчет, который вы можете дальше продолжить, его что-то исправить, скорректировать, ну и, соответственно, отправить. Шаблонов достаточно большое количество, поэтому я думаю, что каждый найдет то, что нужно ему. Что еще хотелось рассказать про календари? Чем у нас основное отличие календаря, да, то есть, я уже сказала, это плановые события, от реестра. В реестре, когда вы переходите по направлению сдачи, мы видим немножко другую картину. Чем она отличается? Здесь мы уже видим с вами созданные отчеты по дате создания, то есть, если там мы видели плановые события, то здесь мы видим по дате создания. Это удобно, мы знаем, когда мы примерно создали отчет, начали его редактировать, да, то есть, и мы по дате можем сориентироваться, и видно точно, когда он был сформирован. По плановым событиям это мы просто понимаем, что у нас срок до такого-то числа, и надо просто успеть до этого времени. Каждое направление сдачи разделено по дополнительным реестрам. Это реестр отчетов, реестр требований, сверка, входящие, исходящие, рассылки. Ну, налоговый у нас чуть побольше, потому что там есть еще у нас раздел жалобы и регистрация юридических лиц и ИП. В целом, в чем плюс работы именно с этим интерфейсом, то, что у вас в какое направление сдачи вы не зашли, в какое бы реестр не попали, плюс-минус вы видите один и тот же интерфейс, одни и те же картинки, да, то есть, и один и тот же список. Не надо перестраиваться в работе, то есть, с какими реестрами, где запоминать, где они находятся или не находятся. То есть, вы попадаете в направление сдачи, да, и дальше переходите в тип документа, с которым вам необходимо работать. Также в реестрах и в календаре в том числе мы сделали для вас быстрые фильтры. Что такое быстрый фильтр? Слева мы видим на сером фоне то, что достаточно часто мы используем в своей работе. Это, например, отбор по отчету. Здесь можно сразу выбрать форму, либо найти ее по названию. И, соответственно, мы сразу увидим отчеты за все периоды, которые создавались по НДС. Вот, например, я выбрала. Также мы можем отсортировать отчетный период получателя, соответственно, и по обособленному подразделению. Все, наверное, обратили внимание, да, и часто видят у нас есть такой фильтр удаленный. Что же такое фильтр удаленный? Когда вы работаете с отчетом, удобно его создавать, редактировать, загружать. Но бывает, что проще не исправлять текущее, которое есть, а удалить и создать его заново. Но бывает, мы удаляем не то, что нужно, и хочется как-то вернуться к этому, а никак. Так, на самом деле это возможно. Для этого как раз существует фильтр удаленный. Когда вы удаляете документ из реестра, он помечается на удаленное, но не удаляется из системы полностью. Поэтому мы ставим этот фильтр удаленный, да, соответственно, если у нас такие документы есть, мы их здесь увидим. И можем в любой момент восстановить и продолжить с ним работу. Но вот если мы с вами удалим полностью вот из-под этого фильтра документ, то он тогда из системы удалится окончательно. Это такая для нас страховка, что если мы вдруг что-то не то сделали, можно всегда вернуться обратно. Что еще хотелось рассказать? На реестрах в основном, на основных разделах и, соответственно, в дополнительных разделах мы видим с вами циферки. Вот эти циферки – это счетчики количества документов, которые у вас сейчас в работе. То есть они показывают, сколько документов сейчас у вас нужно обработать, посмотреть, разобрать и так далее. На примере требований как раз я вам показала, мы переходим на эту циферку, реестр сортирует то, что сейчас в работе и на что нужно обратить внимание. Давайте немножко поговорим о создании отчетов. Мы посмотрели с вами реестры, посмотрели календарь, понимаем, что легко и просто создавать. Еще раз покажу, что мы находимся в реестре налоговая, если мы в разделе отчетность, приходим в СФР, у нас всегда кнопка создать и загрузить, они, соответственно, находятся вверху экрана и имеют быстрый доступ. Еще раз покажу, что из СФР, если мы находимся, и нам нужно срочно создать отчет налоговый, мы нажимаем, и вот здесь по поиску мы можем найти, и система предложит именно отчеты из реестра налоговой и создаст их. При создании отчета, неважно, в каком бы вы реестре ни находились, система сама расположит его в необходимое направление сдачи, да, то есть если вы вдруг находились в СФР и создали НДПНДС, нет, здесь его искать не надо, он сам переедет в раздел налоговой отчеты, и в дальнейшем вы можете ознакомиться с его содержимым именно в этом реестре. Что еще хотелось бы рассказать про создание отчета? Когда мы с вами создали отчет, да, мы, давайте сейчас я какую-нибудь создам, например, НДС, мы переходим к его заполнению. И тут возникает вопрос, а как его заполнять? Во-первых, мы можем заполнить по данным учета, если, конечно, вы ведете бухгалтерию в СБИС, да, соответственно, по всем необходимым параметрам мы все заполним самостоятельно. Остается только проверить, скорректировать, если что-то где-то не так, и, соответственно, отправить. Также появилось две новые функции, это создание отчета на основании предыдущего периода, либо конкретного отчета. Чем это удобно? Удобно это тем, что вы можете выбрать прямо сам отчет, из которого вы хотите его создать. То есть, например, сегодня мне надо за третий квартал сдать отчет и перенести в него данные, да, из другого периода, например, из второго квартала или там из первого квартала. Соответственно, мы заходим, выбираем этот самый отчет, и отчет по данным этого предыдущего выбранного заполняется. Второй вариант, который нам, который тоже также используется вполне нашими пользователями. У нас есть подсказки прямо на полях, то есть вы начинаете заполнять какие-то данные, вводить значения. Соответственно, система показывает вот такие вот подсказочки. Если подсказка синяя, это значит рекомендации по заполнению. То есть, как заполняется эта строка, на основании чего, что не забыть указать. Если мы видим, что появляются… Сейчас я потихонечку начну, продолжу точнее создавать. И система будет выдавать новую подсказку именно о том, что мы что-то заполнили неправильно. Вот, например, я указала к возмещению, да, то есть цифры начала вводить. И что у нас показывает подсказка, что что-то мы делаем не так. Соответственно, рассказывает, на что обратить внимание, да, то есть и на основании какого документа мы это все проверяем. Так, заполняя каждую строку, вы можете видеть либо подсказку, либо какое-то несоответствие, на которое стоит обратить внимание. Если тут есть вопрос по справке или по ошибке идет, да, то есть мы говорим, что сумма заполнена неверно, потому что она неправильно рассчиталась, здесь можно между ними переключаться и, соответственно, ознакомиться и с подсказкой, и, соответственно, вот с тем, что нужно исправить. Что еще удобно при работе с самим отчетом? Не надо создавать каждый раздел отдельно. То есть ранее мы создавали, прям переходили в раздел, нажимали его создать, ждали, когда он создастся и так далее. Здесь же сейчас можно создавать разделы, не переходя между ними. То есть мы продолжаем двигаться вниз по отчету, увидим, что нам есть возможность создать еще один раздел. Вот, пожалуйста, любой прямо отсюда вы можете выбрать и он создастся автоматически. Соответственно, заполняем и продолжаем дальше работу. Что мы здесь видим? Все разделы, которые необходимы, также появляются. То есть вот, пожалуйста, мы снова добавляем следующий и выбираем. Еще на что хотелось бы обратить внимание при работе с отчетом. То есть мы с вами начали заполнять его, добавили необходимые разделы, не переключаясь между ними, все идет подряд, как мы раньше примыкли на бумажных носителях. То есть мы заполняли постепенно каждую клеточку. Здесь принцип тот же самый, можно заполнять постепенно. Когда мы заполняем большие данные и много информации, хочется как-то больше пространства, чтобы было видно, чтобы было удобно. Для этого мы можем предложить следующий лайфхак. Берем, наводим на край открывшейся панели, появляется вот, видите, такая стрелочка. Зажимаем левой кнопкой мыши и тянем в сторону. Соответственно, у нас разворачивается экран. Мы видим больше данных, да, то есть они достаточно становятся наглядными. Второй момент, что можно еще увеличить размер заполняемого отчета, да, это очень важно, особенно, наверное, для отчета в статистику, когда там очень большие табличные части. Можно свернуть реестр, вот он убавляется, соответственно, и свернуть текущий реестр разделов, потому что, по сути, мы с вами идем заполняя, последовательно создавая каждый необходимый раздел. Дальше нам для того, чтобы сверить, все ли мы заполнили, мы можем развернуть его обратно и, соответственно, увидеть. Особенно это, наверное, важно для НДС, если брать, да, это 8-9 раздел, когда у нас идут данные по покупателям, поставщикам, и нужно ознакомиться с наименованием, с суммами и более подробно их посмотреть, лидеры, ознакомиться с теми данными, которые мы указали, либо, наоборот, найти то, что сейчас еще не указано, да, забыли, не нашли, там, или что-то у нас недозагрузилось. И еще один лайфхак при заполнении отчета, о котором бы хотелось мне рассказать. Когда вы заполняете отчет, помимо наших вот этих всплывающих подсказок, которые есть, да, система имеет базу знаний. Что такое база знаний – это самые частые вопросы, которые задавали наши пользователи, с которыми сталкиваются при заполнении отчетов. Мы их стараемся собирать все в одном месте для того, чтобы быстро к ним получить доступ. Для этого вам достаточно нажать знак вопроса и перейти в раздел «Как заполнить». Он вас отправит на справку по заполнению, в которой можно как ознакомиться полностью с самим заполнением отчета, что, в какую строку указывать, какие должны быть заполнены разделы, какие не заполнены, так и как раз вот эти самые частые вопросы. Поэтому, если вдруг в процессе у вас возник какой-то вопрос, как это сделать, вы можете перейти в справку и ознакомиться. то есть здесь прям основные-основные вопросы, которыми приходят пользователи каждый день, как заполнить это, как заполнить то. Для каждого отчета это справка отдельно, своя, то есть здесь из каждого отчета вы можете в нее перейти. Соответственно, ознакомиться и вернуться обратно, потому что это открывается в соседней вкладке, она не перекрывает работу с отчетом, и вы можете с ней работать параллельно. Также, если говорим мы не просто про отчеты, но про работу в других реестрах, в любом реестре СБИС, когда вы находитесь, неважно от конфигурации, от продукта, которым вы пользуетесь, у нас тоже есть еще база знаний, которая нацелена на подсказку, как работать, ну как сделать что-то в системе, как она работает, как задумано об этом. Поэтому, переходя в базу знаний, вы попадаете непосредственно в реестр нашего хелпа, где вы также можете найти ответы на большинство своих вопросов, быстро сориентироваться, да, соответственно, продолжить работу. Все статьи базы знаний открываются у нас в отдельном окне, поэтому работа продолжается и с реестром, и с отчетом, и она никак не мешает, то есть не придется возвращаться и там вспоминать, на чем остановились, то есть прямо все можно делать одновременно. Это что касается нашей базы знаний. Ну и после того, как мы с вами заполнили отчет, да, мы его проверяем. Соответственно, у нас есть два режима для пользователей, это проверка для себя, просто, да, понять, все ли я заполнил, и режим к отправке. На самом деле, к отправке, это не значит, что если вы проверили отчет, да, то есть при нажатии к отправке он не будет проверяться, нет, он проверится еще раз. Это необходимо для того, что вдруг что-то где-то вы поменяли, ну, может быть, может быть случайно, все-таки мы работаем с клавиатурой, да, то есть мы могли внести какие-то данные, и они сохранились. Поэтому система второй раз проверяет, да, она уже основывается на предыдущую проверку, но тем не менее, так как у нас есть еще понятие проверки на различные схемы, которые проверяет налоговая, мы обязаны перед отправкой еще раз это все проверить. Что же делает наша проверка? Проверка запускает сверку по всем контрольным соотношениям возможным, насколько нам сейчас известным, так же, как где-то делается на приемнике налоговой или там статистики, то есть мы стараемся именно реализовать проверку всех контрольных соотношений, чтобы вероятность сдачи отчета стремилась к 100%. И что мы видим, да, то есть мы видим, что у нас здесь появились ошибки. Еще один лайфхак, который можно использовать. Так как система обнаружила ошибку, соответственно, что нужно указать, что точнее можно сделать? Можно не искать в реестре, где это было, в каком разделе, что мы недоуказали, особенно когда это касается порядка заполнения, мы прямо отсюда переходим в подробнее, видим все формулы, как они считались, какие у нас расхождения, что правильно, что неправильно. Прямо здесь мы меняем значения и, соответственно, система их вносит в сам отчет. После чего, когда мы исправили какие-то данные, то есть мы исправляем данные, мы видим, что у нас все равенство выполнено, возвращаемся, считаем, что ошибка исправлена. То есть система исправляет ошибку прямо в режиме онлайн. То есть не надо ходить, искать в каком разделе, в то, какую строку он там нашел. Просто здесь открываем, правим и продолжаем работу. Когда мы исправили все с вами ошибки, мы исправили все с вами ошибки, мы исправили какие-то данные. Мы еще раз можем нажать «Проверить». Повторно выполняется проверка отчета, соответственно. И после исправления всех у нас появляется возможность отправить этот отчет. Еще один момент, который хотелось бы тоже рассказать. При исправлении ошибок, то есть не все у нас пользователи готовы прямо сразу исправлять. Нужно осознать, посмотреть предыдущие отправки, что не так, где расхождение по суммам или еще что-то. Протокол ошибок можно выгрузить. То есть если вам неудобно работать из этого режима, можно его скачать и просто, можно сказать, распечатать и работать именно с бумажным вариантом. То есть мы сверяем предыдущие периоды, отчеты и, соответственно, видим, какие ошибки надо исправить. Но мы все-таки рекомендуем работать именно прямо из этого окна. Называется он у нас «Розовый журнал», в котором быстро, подробно и четко мы даем разъяснение, что же за ошибку мы обнаружили. Также на некоторых ошибках, которые появляются, это в том числе реквизиты компаний, если вы тоже исправляете это прямо из отчета или из «Розового журнала», все эти данные сразу транслируются в карточку вашей организации. То есть если у нас что-то поменялся, какой-то реквизит, и мы его поменяли из отчета, система его изменит и в карточке тоже. То есть не надо идти отдельно где-то искать, как изменить этот реквизит и так далее. Прямо отсюда мы все исправляем. И, соответственно, у нас типы ошибок делятся на несколько частей. Первая – это основная критическая ошибка, из которой, если мы не исправим, мы получим отказ, и, соответственно, система будет настаивать на ее исправлении. Вторая – это когда у нас предупреждение, мы говорим, что, возможно, здесь ошибка, обратите на это внимание. Да, и какие-то некоторые рекомендации, которые никак не влияют на отправку, с ними просто достаточно ознакомиться. Бывают такие ситуации, когда, например, мы с вами пообщались с инспектором, он сказал, что да, это так надо отправить, потому что вот это необходимо подать именно с такими данными. Но система говорит, что невозможно это сделать, потому что это ошибка, но мы соглашаемся с ней. Есть возможность согласиться, нажав вот на этот прекрасный глазик, когда мы на него нажимаем, мы говорим, что мы согласны с этой ошибкой, мы ее не считаем больше, и система к ней в данном отчете не возвращается. То есть, да, такое тоже бывает, наверное, каждый сталкивался с такой ситуацией. Это что касается именно создания, заполнения и отправки. Результат отправленного отчета можно посмотреть в нескольких местах. Нам же важно, что протокол пришел положительный, что мы сдали все вовремя, что нам налоговая, или статистика ответили, или СФР, и, соответственно, как же нам это проверить. При создании отчета у нас появляется так называемый стикер, это состояние вашего отчета, когда он был отправлен, когда он был создан, сколько раз вы его редактировали, корректировали и так далее. Что же это такое? Давайте я вам покажу немножко на другом отчете, не на созданном, она уже отправлена. Снова разверну свои реестры, чтобы у меня видно было, куда я перехожу. Давайте, например, рассмотрим на отчете со статусом. То есть СБИС показывает всегда несколько статусов. Первый – это отчет отправлен, когда мы с вами подготовили, сформировали, проверили, отправили, да, все ожидаем, когда это дойдет до инспекции. После того, как инспекция нам отвечает, мы говорим, что отчет отправлен, но еще не считается сданным. Это значит, что приемный комплекс получил наш отчет и отправил его на обработку. И, соответственно, мы ожидаем протокол, который мы здесь потом увидим. Вот тот самый стикер открылся. Мы видим, когда он был создан, отправлен, доставлен и какой протокол у нас был. Положительный, отрицательный. Здесь же можно ознакомиться, распечатать, скачать. Все в одном месте. То есть это удобно, быстро и сразу наглядно. Некоторые наши пользователи спрашивают нас, зачем мы сделали редактирование уже имеющихся отчетов. Во-первых, давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Когда вы получили отказ, нам надо что сделать? Снова сформировать отчет, снова его там создать или загрузить, да, проверить, отправить и так далее. А как понять, что было в предыдущем? Соответственно, мы идем в реестр, ищем все отправленные отчеты, что достаточно долго и неудобно. Когда вы работаете в СБИС, если мы получили вдруг отрицательный протокол, мы нажимаем «Кредактировать», здесь же исправляем прямо ошибку и просто отправляем. И вся история отправок у нас хранится по одному отчету. Когда мы корректируем отчет, мы также нажимаем «Редактировать», меняем номер корректировки и, соответственно, вносим изменения. Самый главный плюс, что все данные, которые вы уже отправляли, они здесь. Их достаточно просто скорректировать. То есть, внести изменения, выполнить новую проверку и отправить. И все отправки вы будете видеть в одном месте. Также вы сможете быстро перейти к необходимой. То есть, перещелкнув, здесь будет список, вы увидите номер корректировки, который вы отправляли, соответственно, статус ее. И также можно будет ее распечатать, посмотреть или вернуться к тому или иному состоянию. То есть, это тоже бывает очень важно, когда несколько пользователей работают с одним отчетом, они по очереди редактируют. Кто-то зашел, перезатер данные другого. Вы всегда можете открыть предыдущую редакцию, да, дознакомиться, какие там данные были. И либо вернуться к этой редакции, либо распечатать ее, либо, соответственно, использовать те данные, которые в ней ранее были. И это вот, что касается редактирования и частых вопросов, зачем это нужно. Но это не единственный способ контроля, да. Немножко я вам рассказала, что в календаре можно это смотреть, в реестрах мы видим статусы. Также дополнительный статус в реестрах по направлению сдачи у нас находится в правом верхнем углу. Его можно здесь отфильтровать по организации, то есть у нас реестр перестроится. Соответственно, мы видим вот такой интересный фильтр, да. Все, это все созданные, отправленные отчеты. Не сдано, это то, на что мы получили отрицательный протокол. Либо здесь будет еще в работе, сейчас, к сожалению, демо не могу показать, но здесь появляется третий раздел, называется «В работе». Это то, на что мы ожидаем сейчас ответы. Почему мы сделали три основных вот таких фильтра? Не сдано, это первое, на что нужно обратить внимание, потому что сроки сдачи у всех отчетов разные, да. Мы, бывает, отправляем огромное количество отчетов, и нужно быстро сориентироваться, все ли отправлено. Если вдруг на какой-то был отказ, и мы подумали, ну, завтра исправлю, и потом все отправлю. Нет, надо быстренько сориентироваться, посмотреть, осознать. Вот такой вот хороший фильтр быстро, удобно сортирует из всего реестра. Причем он здесь сортирует все типы отчетов, то есть сразу все, которые были не сданы. Либо которые мы ожидаем ответ. Что еще интересного сделано для исправления каких-то проблем и ошибок в самом отчете? Когда вы получили протокол, если он положительный, то все здорово, мы успокоились, но когда у нас есть какие-то недочеты, есть уведомления об уточнении, либо действительно отчет не сдан, теперь появляется, все, наверное, видели уже, вот такой красный знак о том, что у нас есть проблемы, у нас пришел отрицательный протокол, он рассказывает, что именно в этом протоколе содержится, то есть прямо здесь вы можете с ним ознакомиться, распечатать или там скачать его. И, соответственно, здесь мы для вас вывели подсказки. Чуть ниже у вас в кабинетах на реальных отчетах есть подсказки о том, как исправить этот протокол. То есть какие изменения нужно внести в отчет, чтобы быстро не искать там где-то что-то, что не так. То есть мы вам даем подсказочку, обратите внимание, что нужно исправить вот это поле, и тогда у вас будет все хорошо, можно будет отправить отчет, и придет положительный протокол. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Если какие-то будут вопросы или пожелания по этой теме, мы всегда открыты, пожалуйста, информируйте нас. Это очень полезно, потому что обратная связь от наших пользователей для нас важна. И еще один уровень контроля, про который хотелось бы рассказать, это сервис «Сдано-не сдано». Сервис «Сдано-не сдано». Что же это такое? Это некая таблица в разрезе организаций. Если у вас их несколько, это как раз очень удобно. Мы видим все отчеты за все периоды, которые уже сданы, которые надо сдать. Какие мы уже прошли или не прошли периоды. То есть вот здесь с помощью стрелочек мы перемещаемся в нужный период и видим всю статистику. То есть видим, что мы отчеты все сдавали вовремя, все у нас хорошо, либо не очень хорошо. Соответственно, на это надо обратить внимание. Это что позволяет быстро и легко взглянуть на ситуацию, а все ли данные у нас на месте. Также есть еще один интересный режим. Это больше подходит для тех, у кого несколько сотрудников в штате, которые закреплены за конкретным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и ведут конкретно его. Для этого фильтра вот здесь, в правом верхнем углу, мы переключаем и видим уже в разрезе ответственных. То есть мы здесь можем отобрать по организации, которую нам конкретно нужно по этому сотруднику посмотреть. И, соответственно, вот смотрим по организации кадр. Есть ответственные, кто должны были создать и отправить отчеты. Мы видим их работу, что да, он все подал вовремя или не вовремя. То есть какие есть проблемы. И также, если вы работаете самостоятельно с этим реестром, вернемся по организации, мы видим, что вот у нас планово скоро сдать нужный отчет. Вы прямо отсюда нажимаете его создать и, соответственно, он создается. Вы его заполняете. То есть это на случай, если вдруг мы что-то пропустили, в календаре не увидели. Именно реестр сдано-не сдано позволит дополнительно проследить, все ли мы сделали правильно. Опять же, заполняя здесь отчет и отправляя, вы не задумываетесь, в какой реестр он попадет. Система сама его распределит, куда надо, и вы его найдете в соответствующем направлении сдачи. Еще у нас есть очень интересный дополнительный реестр, который мы вам рекомендуем пользоваться. Это раздел «Что сдавать». Что этот раздел позволяет? Во-первых, он позволяет корректировать отчеты основные, которые вы сдаете по организации. То есть бывают ситуации, когда надо в календарь добавить отчет, мы не знаем, как это сделать. Это вот как раз то самое место, откуда у нас появляются отчеты в календаре. Это не единственная настройка, но, тем не менее, одна из важных. То есть вы заходите в раздел «Что сдавать», добавляете необходимый отчет, вы добавляете направление сдачи, в которое вы это будете сдавать. Соответственно, в статистику РПН и ФСРА все то же самое, список отчетов наполняется, и они появляются в вашем календаре, в плановых событиях, и вы никогда их не пропустите. О чем хотелось бы еще немножко похвастаться, что календарь по статистике у нас можно заполнять автоматически, то есть наполнять именно автоматически. Система сама сходит в систему Росстата, проверит ваш график сдачи, какие отчеты вам назначила статистика в ближайшее время, или через месяц, через квартал, и, соответственно, добавит их автоматически в наш календарь. Это очень удобно, потому что все, наверное, знают, что статистика сначала вроде составляет нам план, график сдачи определенных отчетов, а потом говорит, срочно вот таким-то и таким-то плательщикам, то есть с такими-то видами деятельности, срочно подать вот такую-то форму. Система сама отслеживает изменения на сайте и наполняет календарь. Также хочу немножко вернуться в реестр календаря и рассказать еще один момент. Многие пользователи спрашивают, как нам сориентироваться, какие отчеты надо, не надо сдавать, как их добавить в этот календарь. Календарь на самом деле он очень умный и наполняемый автоматически, то есть не надо вспоминать, куда идти, в какой реестр, чтобы добавить, чтобы он появился и так далее. Если мы знаем, что нам сейчас нужно сдать какой-то отчет, мы его создаем, не думаем о том, что его нужно куда-то там добавить, он создался, соответственно, мы его заполнили, проверили, отправили, он появился в календаре. И дальше система понимает, что раз вы сдали этот отчет, значит, в следующий раз его нужно сдавать. И в зависимости от типа формы, если она ежемесячная или ежеквартальная, ставит вам плановое событие на следующий период. И мы, соответственно, видим, что в следующем периоде у нас эти отчеты появляются постепенно, то есть мы с ними можем работать. Но и бывает обратная ситуация, особенно, наверное, это актуально при смене системы налогообложения для наших пользователей, когда в календаре состав отчетов немного меняется. И надо ранее, которое мы отправляли отчеты, убрать, а новые какие-то добавить. Ну, про новые я уже сказала, мы просто создаем, отправляем. Система дальше определяет, что их надо ставить в плановое событие. А если мы говорим, что мы больше его не сдаем, то мы можем сделать примерно следующее. Вводим на отчет, появляется у нас дополнительное меню. Здесь мы можем выбрать «Скрыть». И здесь мы видим два режима «Скрыть в этот раз» и «Скрыть насовсем». Что такое «Скрыть в этот раз»? Это на текущий период нам сдача этой формы не нужна. Но, возможно, нам к ней придется вернуться в следующем периоде. Поэтому мы пока скрываем только в этот раз и считаем, что у нас не требуется он, и все хорошо. Он нам не напоминает, мы лишний раз не задумываемся. Если мы говорим «Скрыть насовсем», это значит, что мы больше не планируем сдавать в этот отчет ни в текущем периоде, ни в следующем, ни в каком-то еще. Чем хороши эти две функции? Скрывая отчет из календаря, вы его не удаляете из системы, вы его не удаляете из календаря. То есть, если вдруг нам срочно надо его сдать, мы просто его создаем, он в реестре, в списках имеющихся отчетов остается, и снова появляется в нашем календаре и дальше в плановых событиях. То есть, тоже это все достаточно просто, удобно для пользователя. И что бы еще хотелось, наверное, рассказать. Есть вопросы по, наверное, цветовой гамме, которую наши пользователи пользуются. В системе SBIS достаточно гибкий интерфейс. В каком плане? Если мы перейдем в реестр настройки и перейдем в раздел интерфейса, это касается даже общего реестра. То есть, если мы перейдем в онлайн, я вам покажу сейчас, что это то же самое. Вот мы видим такой же раздел интерфейса. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим разные виды аккордеонов, которые меняют свой цвет. Соответственно, мы их можем переключать и можно подобрать для себя какой-то более удобный. Кто-то любит более темную тему, кто-то любит более светлую. Мы все разные, нам удобно каждому по-своему. Поэтому мы реализовали вот такую возможность изменения света. Цветовосприятие тоже у всех разное, поэтому можно сделать более расширенные настройки. То есть, какие-то конкретные темы, вот прям поменять картинки, кнопочки, они будут прям по цвету тот, который вы выберете. Каждый раздел можете провалиться, выбрать здесь, какой необходимый цвет вам нужно. Вот, например, цвет иконки. То есть, выбрать палитру, ближе дальше к какому цвету, появляются изменения. Сохраняем, применяем. В реестрах у нас цвета будут меняться. То есть, в зависимости от того, какие мы изменили. Вот у нас, видите, появились красные обводки, календарь немножко поменял цвет. То есть, цветовосприятие можно исправить под себя, как это удобно. То есть, сделать более яркое или, наоборот, более темное. Пожалуйста, как вам больше нравится, тоже можно поэкспериментировать и попробовать. То есть, система – это не только работа, но и настроение для себя. То есть, мы, например, сегодня пришли в настроение, создали все фиолетовое, сидим, работаем, нравится. На следующий день пришли, у нас нет настроения на что-то яркое. Мы сделали цвета попроще, полегче. То есть, соответственно, тему поменяли на более светлую. Это, наверное, один из моментов тоже, который хотелось вам рассказать. Про остальные реестры, которые есть в Саби Репорт. Прямо сейчас можно рассказывать, наверное, долго и интересно. Но про сверку вам уже рассказывали мои коллеги. Покажу еще раз, что здесь это все то же самое, что и у нас в онлайне. Те же самые разделы сверки. Мы также все можем это видеть и просматривать, переключаться между ними. И, соответственно, те же функционал полностью соответствуют основному приложению, в котором мы сейчас с вами работаем. Но мы вам предлагаем более простой, более легкий, более информативный и конкретно подстраивающийся под вас. Сейчас хотела бы еще, наверное, один момент рассказать, который немножко у нас получилось, выпал из моего рассказа, но тоже не маловажен. Как раз вот это, когда я сегодня вам рассказывала про табличные части, про шаблоны Excel, то, что это мы готовим, консолидируем данные, потом их загружаем и редактируем уже в режиме браузерной версии. То есть, что у нас достаточно просто, непросто. Что хочется еще показать? Сейчас я создам отчет и расскажу вам. На примере P1, например, мы сейчас создаем, выбираем здесь отчет, организацию, отчет создается. Здесь также, как я вам показывала на НДСе, все то же самое. Можно свернуть все реестры, можно растянуть их. Пожалуйста, вот они все работают. То есть, пространство увеличивается. Когда у нас есть табличные части, да, то есть, вот мы заполняем, можем заполнять данные. Соответственно, в отчетах статистики, что есть интересного? Так как у нас есть понятие заполнения по обособленным подразделениям, у нас есть несколько режимов. Можно заполнять каждое значение отдельно, либо заполнять его сразу по нескольким подразделениям. Поэтому система предлагает либо заполнить за обособку какую-то, да, что, в принципе, достаточно удобно. Сейчас немножко подождем. И указываем значение. Собственно, оно заполняется. То есть, как за обособленное подразделение, да, то есть, мы можем так и, в принципе. То есть, то, что система сама определяет, что куда разместить, мы заполняем просто данные, которые нам необходимы, и она их распределяет. Соответственно, в некоторых отчетах как раз по обособленным подразделениям появляется вот такой реестр обособки. Чем он интересен и важен? Это сразу можно наглядно посмотреть все созданные отчеты и за головную организацию, и за обособленное подразделение. Что отправлено, что не отправлено. То есть, это тоже один из инструментов контроля, который для вас будет интересен. Вот появился у нас вопрос. Сейчас СБИС, как перейти в Саби-репорт? Да, очень хороший вопрос, спасибо. Рассказываю, как это сделать и как поменять конфигурацию. Вы, когда заходите в свой реестр и стандартный интерфейс, к которому вы привыкли, у нас вверху, в правом углу, есть инициалы. Нажимаете на них. Здесь у нас указан список приложений, который уже сейчас доступен. Нажимаем три точечки, если оно у вас сразу здесь не появилось, и переходим ко всем приложениям. Соответственно, вот наш репорт, и мы появляемся уже в новом интерфейсе. У меня уже, так как открыт, он немножко поиграл с цветами, он открылся вот уже в таком розовом, который я уже применила в предыдущем нашем просмотре. То есть, соответственно, он его уже открыл. Если вы это делаете впервые, он откроется у вас достаточно стандартный, вот этот белый с серым, который я показывала в самом начале. Также вернуться можно и обратно из саби-репорта, если вам нужно перейти в какой-то другой реестр, которого недостаточно здесь. Соответственно, снова нажимаем на инициалы, выбираем приложение онлайн и попадаем в наш стандартный интерфейс, с которым мы сейчас работаем. Это как перейти. Что еще важно, наверное, для работы именно с реестрами. Даже не с реестрами, а с интерфейсами. Мы привыкли, что у нас вот здесь большой пул задач, которыми мы работаем, но иногда хочется именно как раз разгрузить интерфейс и сделать более легким. Мы работаем с отчетностью, нам надо перейти в другой какой-то раздел, в другое приложение, мы его переходим, там меняем, и у нас задается самый главный вопрос. А надо ли нам где-то что-то учесть или запомнить, чтобы потом его заполнить в другом приложении? Нет. И вы продолжаете работать в едином своем окне. Просто с более удобным для вас интерфейсом, который предназначен для конкретного выполнения конкретных задач. И да, все останется и будет работать, если вы работаете с другими продуктами. То есть да, мы сдали отчетность на основании бухучета, я вам уже показывала, да, то есть появляется окошечко. То есть если вы ведете бухгалтерию, но перешли в интерфейс работы с Аберепорт, отчет заполнится по данным учета, он все данные необходимые заполнит, не надо ничего дополнительно куда-то выгружать на рабочий стол, все в одной системе, что немаловажно для нас, которые ведут несколько продуктов, да, или там целый бизнес, который требует именно внимания к разным направлениям или к разным реестрам. На этом, наверное, все. Тогда спасибо большое за внимание, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...